Купили ребенку сапоги хорошей фирмы. Когда стали мерить, ну обычно правый сапожок меряют, все нормально, ребенку сапоги подошли, она довольная была. Но когда мы стали их одевать, собрались идти на секцию, стали одевать левый сапог и с криком упала, и говорит, там что-то колет. Когда я посмотрела, там торчит гвоздь, такой сантиметров два, и вот она со всей силой на этот гвоздь наступила. Естественно, ребенку было очень больно. Мы очень сильно переживали, обратились в приемный покой. В приемном покое ей сделали надрез, забинтовали ножку. В общем, ребенок понес большую травму. Сейчас мы ходили к хирургу. Хирург назначен в лечении, выписал антибиотики, будем лечиться. Но, конечно, это так оставлять нельзя, и мы собираемся пойти по всем инстанциям, чтобы это безобразие как-то или остановить, или те структуры, которые виноваты в этом и замешаны, понесли наказание. Скажите, пожалуйста, где вы приобретали эту обувь? Купили в торговом центре Ямбург на втором этаже. Там есть небольшой отдел спортивной обуви. Вот там мы и приобрели. Сапожки дорогие? Какая стоимость? Ну, мы всегда ребенок покупаем качественную обувь. Две с половиной тысячи стоят с погибли. А сколько лет девочке? Девочке 9 лет. Сейчас учеба, ребенок очень сильно переживает, что отстанет, потому что конец четверти, и ребенок переживает за оценки, что контрольные начинают с резовой работы. Ребенок сейчас находится на больничном? Да, сегодня ребенку дали освобождение и сказали, что в ближайшее время он не сможет школу посещать. Она записалась у нас в секции на каратэ, очень хотела туда ходить, и теперь получается, что пропустит. Тоже по этому поводу очень сильно переживает. У мамы грудной ребенок, и маму очень много времени теперь придется ей терять, чтобы заниматься еще и больной девочкой. Куда-то в какие-то органы планируете еще? Обязательно мы сейчас пойдем в полицию, пойдем в прокуратуру, и Роспотребнадзор везде, где можно, чтобы впредь родители были очень бдительны, покупая обувь, досконально ее осматривали, потому что это приводит к таким травмам, что... Какой бы результат вы хотели получить по итогу? Ну, во-первых, производители, чтобы был наказан, чтобы продавцы были очень осмотрительно, принимая товар, досконально его осматривали на качество. Тем более детскую. Тем более детскую обувь. Как видите, она приводит к травму жизни и здоровью ребенка. Спасибо. Будем надеяться, что с дочкой все будет хорошо, быстро вылечиться.